Добрый 7 дней. Сегодня у нас чуть раньше брифинг с заменой. Опять же, вместо молодого и бодрого голоса Леси сегодня я. Леси уже на следующей неделе проведет среду. Итак, сегодня у нас завершающий день на неделе. Интересный фьючерс. Вот у нас SPY в таких значениях. В среду, помните, мы говорили на тему того, что тут такая зона у нас очень интересная, которая говорит о том, что велика вероятность того, что будут какие-то определенные у нас слеты с этой зоны. То есть, тут очень серьезная зона у нас сопротивления. Вчера был отрицательный премаркет. В финале его отыграли. Сегодня опять отрицательный премаркет. Опять же, будут отыгрывать или нет, никому неизвестно, но нужно быть готовым, потому что какие-то эмитенты отбирать на шорт, либо работать с фондами. Я, например, вчера уже пробовал заходить в фонд UVXY. Вот он так выглядит. То есть, будет расти, когда у нас SPY будет в отрицательных значениях. Балла тут интересная у нас. Вот, тоже зона небольшая сопротивления по 10-30. Кто-то начали пробивать, там, укоренились, я зашел. В финале, тут вот меня выбили в 11-0, никто никуда не вышел. То есть, с таким, вроде бы, коротким стопом. То есть, я рассчитывал, что мы сразу побежим, да, как минимум до 11-ти. Тут очень интересная зона на 11-ти. Перед 11-ти я бы точно крылся в части, может, даже в этой части оставался overnight. Но есть как есть, выбили. И сегодня уже у нас такой примаркет, да, и уже эту 11 пробили. Опять же, Twix, да, кто забыл или не знал, а забыл VXX и VXY. Они будут очень хорошо работать, когда маркет будет падать, да. Но, опять же, там говорить про какие-то моменты насчет того, что там стоп с двумя-тремя центами или за какую-то фигурочку спрятать стопчик, там такое не пройдет. Фонды действуют какими-то определенными диапазонами. Это нужно понимать, когда вы туда заходите. То есть, условно, стоп 10.99 его выбьют без проблем. Но это совершенно другой разговор, совершенно другой момент. По фондам, если я уже начал, продолжу. GDX на золото. Вот так вот интересно, на верхних границах. Уже на примаркете его даже обновили. Да, обновили на 2 цента, на 3. Заметил такую штуку, когда на брифинге показывают какие-то интересные моменты, уже начинает дальше тот лентый эмитент идти. Наверное, кто-то из вас заходит. Значит, GDX, да, у нас золото all-time high. Можно смотреть ABX, можно смотреть NEM, GG. Ну, в общем, много эмитентов можно найти золотых. AU all-time high, вот пару центов. Опять же, пару центов тоже могут быть очень непростые. AG не путается с advance get, да, уже тоже на all-time high. Может быть интересно открытие по золоту. Нужно смотреть. Ну и, соответственно, и серебро у нас тоже в положительных будет значениях, если золото растет. То есть для золота это нормальная абсолютная ситуация, когда рынок у нас падает, золото может расти. То есть если кто золото торгует, посмотрите лучше на фон золота и вообще на золото и стаки. Также есть обратные, да, GDX у нас, это у нас JDST, но JDST это больше к маленьким. Уберется на виду компании, которые с малой капитализацией. Вот такая вот интересная дневка. Ну, естественно, JDX будет расти, JDST либо DUST будут падать. JDST в шорт можно взять, я смотрел по Fusion, если кто кому-то интересен. Там локит, ну, $1.60 за 100 шерст, то есть не так уж и дорого. Опять же, если мне не хочется платить, есть же тот же GDX или GDXJ и так далее. Кто, кого я с фондами знакомил, тот в курсе. Что смотреть, куда смотреть и что ждать в это время. Далее, XLU, фонд у нас Utilities на верхних границах, но если так посмотреть, то у нас многие, да, там, один из самых считается исторически безопасных индустрий. Так вот у нас Uptrend идет, но я даже не знаю, стоит ли Long смотреть, потому что вот таких вот дней, конечно, дожидаться. Это, конечно, наконец-то начну сбрасывать, но такая вот интересная индустрия у нас Utilities. Очень много среднесрочников там любят посидеть, но сегодня, разве что, если вы видите какие-то эмитенты, ловите, но я не вижу идею как основной. Дальше банки. Очень интересная тоже картина BSC, ниже 14, вот мы в этой зоне находимся. Если бы еще находились ниже 13,80, было бы вообще шикарно. Соответственно, и City, да, у нас будет ниже. Уже есть какой-то определенный премаркет WFC, тот же Wells Fargo, да, то есть довольно-таки хватает интересных моментов. То есть вот основная индустрия, которая, если по индустриям так говорить, это золото и банки, то есть в противоположные стороны, и те, и те могут рвануть с самого утра. По ресурсным фондам Excel, и я нефтяные стаки смотрел, но так, чтобы кого-то выделить, нет. Есть, которые находятся на low, есть, которые на high, но такая вот в общем и целом неразбериха. То есть мое мнение, у меня какого-то взгляда по, именно по ресурсам нет. Вот позавчера он был, да, когда Excel выходил на какой-то новый для себя виток. Ну вот сейчас в рейнже находимся, в принципе. 50,49,80, прекрасный канал, то есть идеи не имею я. То есть золото банки, если говорить о ресурсах, о компаниях. В основном выбирал я слабые компании, это CUB вчера, даже не вчера, уже третий день, можно сказать. А с верхней границы мы начинаем падать. Чуть повыше набьем, но сегодня мы можем ускориться. То есть это о том, что у нас дни постоянно возвращались, CUB особо не возвращается. Меня бы не смущало особо то, что мы падаем, падаем. То есть бывает такое вроде третий-четвертый день, если рынок начинает еще ускоряться, то это может быть очень интересный момент для продолжения. До 29, так можно увидеть. Дальше, EDU, с верхней границы у нас выходит бумага. Вчера была на листе, не нашел я к ней ключей никаких. Тяжелые шорты были, я смотрел на шорт, тем более с утра побежали вверх. То есть идеи особо не было. Хотелось ниже 39, хоть сегодня, пожалуйста, да. Вчера закрылись ниже 39, но при маркете никакого нет. В течение дня однозначно можно посмотреть. Не уверен, что на самого утра побежит, но вероятно ниже 39, ниже 38.59 еще лучше. Я бы посмотрел. То есть может пошла какая-то коррекция. Вот интересный вот такой вот момент. Думаю, ниже 38.59 тут привлечет больше внимания шортистов. Не знаю, кто еще в лонг сидит с этой зоны, кто набирал. Я она уже тоже, скорее всего, будет виски свои закрывать. Дальше. Не очень люблю этот эмитент, но очень интересная нерка BBY. Закрылись с лоу при маркет ниже вчерашнего закрытия, ниже вчерашнего лоу, соответственно, да. Ниже 30.00. Очень интересные цифры. То есть у нас нужно смотреть. Может с самого утра даже порванем ниже. Все пока сходится для того, чтобы BBY тоже посмотреть. Рейдж, вчерашний отчетник, тяжелый вчера был момент. Пробивали, помним, на 29 вот в этом моменте. Но вернее не 29, а 28.50. И туда должен был момент брить. А нет, все-таки 29. Это еще утром было. В итоге ничего не получилось. То есть оранжевый момент. Но закрытие вообще посмотрите, какое интересное. То есть 28.33 лоу. Есть какой-то определенный при маркет. Ну, конечно, если сейчас мы вернемся в эту зону, то это не очень хорошо. Будем вот здесь. Может даже второй день у нас пролетит поинтереснее первого отчетного. Не раз говорил, да, что второй день после отчета, либо какой-то новости дает нам информации довольно-таки немало. То есть у нас уже какие-то границы есть. Вчера вот только мы такую границу имели. Да, и, кстати, до нее и практически сходили. То есть при маркет, пост-маркет лоу, да, нас, можно сказать, был не тронут. Но вот такая интересная зона. Ниже 28, конечно. Ниже, даже не 28, ниже 28.20. Я уже думаю, есть сенс пробовать ее брать. Опять же, смотреть, как себя будут вести альфера, насколько они будут настойчивые. Также напомню, что в данной бумаге у нас, конечно же, short sell rule установлен. Что еще по премаркету? Ну, есть дорогие бумаг Netflix. Вот такой вот интересный премаркет. Находимся вот в этих значениях. Да, GLD, самый капитализированный биотехнолог. Имеет у нас вот такую вот невку на уровне 85, но тяжеловат. Разве что позиционно, посмотрите. Но на этом фоне часто за ним пойдет, конечно, MVL, хотя очень разметая картина. А дальше отчетные бумаги, HRB. Абсолютно ничего мне сказать пока что. Можно посмотреть еще раз, вспомнить, какой у нас там отчет, да. Сколько я помню из тех трех компаний, которые я выделил, там у кого-то отрицательный гайденс. HRB отрицательный отчет, хотя на один цен, то есть в нулевых значениях, положительно восприняли все это на ура, но у нас интересная, в принципе, картина. То есть мы находимся выше, чем 2, вот этот вот хай, да, 28,4, 29,2, то есть выше 22. Это уже интересно. То есть вот, сегодняшний день начинается с этого момента. Широкий у нас постмаркет, да, какие-то такие левелы, но очень такие серьезные, но опять же, может, мы даже сюда и не придем. То есть пока я вижу лонг, да, если у нас будет премаркет в этой зоне, можем проигнорировать маркет, да, то есть новостная бумага и цель хорошая 23. Также нужно ждать еще целых 40 минут, за 40 минут нужно много чего увидеть. МФРМ, МФРМ отрицательный у нас. Гайденс, отрицательный отчет, очень интересно, находимся ниже вот этой вот 30, да, от которой постоянно нас покупали, то есть кто рискнул все-таки оставлять овернайт на отчет, может по этому поводу пожалеть, да. Находимся вот здесь, интересный чарт, и, в принципе, такая бумага для утренних моментов, смотреть ее можно, очень интересно, ниже 30. То есть если было 30, было бы не очень интересно, потому что, как правило, если на каком-то уровне, даже при маркет, пост маркет, и вверх и вниз потягает сильно, тут ниже может быть сразу же интересно. ЮРБН, Q10, 25.50, вот тут, ну, не знаю, 25, может быть очень быстро, но вот возле 25 могут быть какие-то моменты. МФРМ мне нравится больше. Дальше, в заключении, наверное, да, есть дешевый бумаг, вчера был очень хороший момент, очень классный трейд получился в эмитенте, но очень дешевым. Хотя сейчас уже идея второго дня, посмотрим, TPLM, очень классный момент вчера был. TPLM. Правильно написал? Правильно. Такой вот у нас товарищ, такой у нас был накануне день, положительный премаркет, я и тут был, но вечером был очень интересный момент, когда вот из такой вот ситуации, когда мы пробили 40, по минутам графика очень хорошо видно, пробили 40 стали, и вот пошло у нас энергетик, да, 350 тысяч, 200 тысяч, и побежали мы до фигуры, закрылись очень классно, закрылись 62, это уже постмаркет. Сейчас пока премаркет, можно сказать, отрицательный, но отрицательный он почему? Потому что новости никакие не подтвердились, то есть такие товарищи подтверждаются, дальше они проходят на каких-то новостях. Пока этого момента нет, но могу сказать следующее, если будут какие-то зоны поддержек, то очень интересная зона возле 65 на премаркете, на постмаркете я смотрел, ТПЛМ еще можно посмотреть, но, конечно, если он все вернет, как у нас за два дня вернул GVO, G-I-V-O, многообещающий был этот вот день, многообещающий постмаркет, премаркет, но два полета Аляска сделала, и каких-то более интересных новостей нет на эту тему. И еще один эмитент, который мне вчера нравится, но он особо тоже был в положительных значениях, но довольно-таки минимальных, 5X. Вот у нас 5X, выглядит он так, утром это было все, потом у нас энергия пропала, можно сказать, чего такого интересного не произошло. Так, усаживались, усаживались, да. Вот такая вот нервка, но есть положительный премаркет. Тоже могут полететь, взлететь, но, естественно, нужно какой-то на этом фоне уброс объема. Без него они никуда не пойдут, без него будут простые шарты, которые будут клонить опять к 50. Вот, довольно-таки, я считаю, немало инструментов, которые можно посмотреть, которые можно последить, за которыми можно последить. В принципе, всем удачи. Хорошо закончите эту неделю. Всем спасибо, до свидания.